Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Я замужем, но постоянно думаю о другом мужчине. Каждый день у меня снизу, с ним и вечером я думаю о нём, его образ стоит у меня перед глазами, хотя с ним у меня ничего не было. Он друг мужа, когда мы видим, он так смотрит на меня, меня пронзает его взгляд, хотя я понимаю, что у нас ничего не может быть, он женат, у него есть дети. Но мои мысли о нём просто сводят меня с ума. Я хочу, чтобы он был рядом со мной. А первое, на что хочется обратить внимание автора вопроса, это, собственно говоря, на вопрос. Какой у вас вопрос к психологу? Ну то есть да, вы поделились своими переживаниями в данном случае, и ваши переживания, они понятны. В какой-то степени я бы сказал даже, что они вызывают сочувствие. То есть вам хочется подсочувствовать, потому что вы оказались в такой непростой для себя очевидной ситуации. Вот. Но какой ваш вопрос? Чего вы хотите? Ведь, понимаете, вы можете, например, хотеть разобраться в себе, да? Откуда у вас появилось вот такое увлечение к мужчине другому, да? Например, с учётом того, что вы замужем. Вот. Вы можете гармонизировать свои отношения с мужем. Это тоже вполне возможно, да? Вот. Вы можете разобраться в себе, вы можете, как бы, ну, подкорректировать ваши отношения с мужем, а может быть с ними расстаться. Совершенно очевидно, что если подобные мысли у вас возникают, значит вам чего-то не хватает. Совершенно очевидно, что если подобные мысли у вас возникают, значит какая-то часть вашей личности с вашим мужем не реализовывается. Вы можете его любить, вы можете, как бы, быть им счастливой, но какая-то часть вашей личности остается нераскрытой. Вы можете придавать излишнее значение семьи как социальному статусу, как статусу, который вас определяет, как способу поддержания вашей самооценки и того образа, какой вы хотите себя видеть. Но суждено очевидно, что в отношениях с мужем вы полностью не раскрываетесь и либо вы начинаете как-то вот ту часть вашей личности, которая не раскрывается, привлекать, потому что иначе все закончится очень печально и плачевно. Вот. Или вы признаете тот факт, что с мужем вам сделать это невозможно, то есть невозможно с мужем раскрыться как личность и, соответственно, вы принимаете решение либо расстаться, либо гармонизировать отношения. Вот. Вот и все. Дальше. Вы говорите о том, что хотите, чтобы этот мужчина был рядом с вами, несмотря на то, что он женат, у него есть дети. А с мужем-то что? Ну, то есть, как вам это видится? Знаете? Вот. Вполне возможно, что здесь есть чувство вины и чувство стыда, которые мешают вам быть собой и, соответственно, самовыражаться и реализовываться в этом смысле. Поэтому на все эти аспекты нужно обратить ваше внимание, на все эти аспекты нужно посмотреть, все эти аспекты нужно поисследовать и, возможно, вам проконсультироваться самой, и, возможно, вам проконсультироваться вместе с вашим мужем для того, чтобы разобраться в том, что происходит. Понятное дело, что решать это вам, но то, о чем вы говорите сейчас, это вот первый шаг, обозначающий проблему, при том, что истинные причины проблемы мы можем только предполагать. Ну, и не так, они, честно говоря, эти причины важны. Как ваше важно то, что вы будете с этим делать. А делать с этим вы можете что угодно, в зависимости от того, чего вы хотите. Делать с этим вы можете что угодно, в зависимости от того, какие ваши приоритеты. Понимаете, какая штука. Но имейте в виду и ту цену, которая придется за это заплатить. Словно говоря, если вы начнете работать над собой, вполне может быть такая история, что, как бы, с вашим мужем вам захочется расстаться, потому что вы будете осознавать, что вы совсем другой человек, и муж вам не очень подходит. Данный мужчина может свидетельствовать о том, что вы, ну, по сути дела, какую-то часть своей жизни жили вслепую по инерции, не замечая того, что с вами происходит, того, что вам хочется. И семья вам этого не дает. Отношения с мужем вам этого не дают. И поскольку очень часто бывает так, что это весьма страшно признать, очень часто бывает так, что человеку весьма, ну, боязно начать что-то менять в своей жизни, то вам нужна поддержка. Эта поддержка может, как раз таки, обеспечить вам психолог, психотерапевт. То, что вы описываете, является достаточно серьезным поводом для того, чтобы начать свою психотерапию. Ну, вот. Так что я рекомендовал бы вам изучить в интернете треугольник Карпмана. Это позволит вам примерно увидеть ваше положение. Вот, что вы с одной стороны находитесь в положении жертвы, с другой стороны, не берете личную ответственность за то, что в вашей жизни происходит. Дело в том, что подобное состояние возникает тогда, когда человек перекладывает ответственность на удовлетворение своих желаний на другого человека. Судя по всему, в данном случае, вы поступаете именно так, и поскольку вы связываете свои желания с другим человеком, то у вас появляется такое влечение. То есть вы, как бы, как бы, свое стремление к чему-то, вот, концентрируете, вкладываете в личность другого. Вот, собственно, и все. Вот. Вот. А вы говорите о том, что вы в современном думаете, в каком ключе, в каком контексте вы думаете, чего вам хочется, давайте как-то это тоже постараемся в данном случае раскрыть, потому что это важно, вот. Я думаю, что на выходе будет понятно, примерно, какую проблему вы пытаетесь решить. Вот. При наличии честности, я не думаю, что суперсложно будет вам помочь. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Спасибо.